Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем с вами лекционный курс по дисциплине пропедевтика и материаловедения. Тема нашей лекции посвящена пломбировочным материалам. Мы начинаем разбирать материаловедение. Мы поговорим о классификации пломбировочных материалов и обсудим временные пломбировочные материалы. Остановимся на требованиях, которые являются их положительные и отрицательные свойства. И, безусловно, обсудим методику применения и приготовления. Соответственно, в плане нашей сегодняшней лекции будет 5 вопросов, которые посвящены общему определению, что же такое пломбировочные материалы. Второй вопрос посвящен классификации стоматологических пломбировочных материалов. В третьем вопросе мы обсудим с вами те требования, которые предъявляются к постоянным пломбировочным материалам. В четвертом – характеристики обсудим, какие существуют у пломбировочных материалов и временные пломбировочные материалы. Разберем состав, физико-химические свойства, методику приготовления и пломбирования. Что же такое пломбирование? Под пломбированием подразумевается, прежде всего, восстановление анатомии функции разрушенной части зуба. Соответственно, те материалы, которые применяются для этих целей, и называются пломбировочными материалами. В настоящее время, в связи с тем, что материалы видения, в принципе, являются одной из самых бурно развивающихся отраслей современной стоматологии, все больше появляется материалов, которые способны воссоздавать, имитировать ткани зуба в изначальном виде. Поэтому существует более молодой термин реставрация, который, в общем-то, потихонечку вытесняет из профессиональной литературы термин пломбирования. Ну, например, дентин замещают стеклоиномерные цементы, компомеры, опаковые оттенки композитов. Для реставрации эмали используются мелкодисперсные гибридные композиты. Что же такое реставрация? Реставрация – это восстановление утраченных тканей зубов первоначальный вид, то есть имитация тканей, полное воссоздание, другим словом. Воссоздается цвет, структура, прозрачность, физико-химические свойства. Реконструкция – это изменение формы, цвета, прозрачности коронок естественных зубов. Мы с вами тем временем переходим к классификации пломбировочных материалов. Пломбировочные материалы делятся на 4 группы. Это пломбировочные материалы для постоянных пломб, временные пломбировочные материалы, пломбировочные материалы для прокладок и материалы для пломбирования корневых каналов. И, безусловно, сегодня мы с вами начнем с того, что охарактеризуем первую группу. Пломбирующие материалы для постоянных пломб делятся на несколько классов. Первый из которых это классические цементы. Это фосфатные цементы, силикатные, фенолятные, иномерные и полимерные. К фосфатным цементам относятся цинкфосфатные и силикофосфатные. К фенолятным цементам относятся как цинкфгеноловые, так и салицилатные. К аномерным относятся как цинкполикарбоксилатные, так и стеклоиномерные. На данном слайде представлен один из популярных стеклоиномерных цементов под названием Витример. Второй класс постоянных пломбировочных материалов носит название полимерные. Они состоят из ненаполненных полимер мономерных пластмасс и наполненных полимер мономерных. Третьим классом являются компомеры. Четвертый класс это материалы на основе полимерного стекла. Пятый это амальгама. Вторая группа пломбировочных материалов это временные пломбировочные материалы, которые мы сегодня будем с вами подробно обсуждать. Третья группа это пломбировочные материалы для прокладок. Мы будем говорить о том, что существуют лечебные прокладки и изолирующие прокладки. И завершающая группа это материалы для пломбирования корневых каналов. Они подразделяются на силеры и филеры. Силеры выделяют как пластичные нетвердеющие, так и пластичные твердеющие. И филеры, представителями которых являются гуттаперчевые и серебряные штифты. А мы с вами сейчас обсудим требования, которые предъявляют к постоянным пломбировочным материалам. Существует несколько групп этих требований. И мы начнем с первой. Носит название они требования к исходному или неотвержденному материалу. И соответственно носит название либо технологические требования, либо манипуляционные. От слова манипуляция. Итого, выпускная форма пломбировочного материала должна содержать не более двух компонентов, которые легко смешиваются перед пломбированием. После помешивания материал должен приобретать пластичность или консистенцию, удобную для заполнения полости и формирование анатомической формы зуба. Пломбировочная композиция после замешивания должна обладать определенным рабочим временем, в течение которого она сохраняет пластичность и способность к формированию. Ну, как правило, рабочее время от полутора до двух минут, в зависимости от пломбировочного материала. Время отверждения или период перехода из пластичного состояния в твердое. Оно не должно быть слишком велико и в среднем занимает где-то 5-7 минут. Светоотверждение должно происходить в присутствии влаги и при температуре не более 37 градусов по Цельсию. Вторая группа требований – это требования функциональные, то есть требования к отвержденному материалу. Смысловая нагрузка этих функциональных требований заключается в том, что пломбировочный материал по всем показателям должен приближаться к показателям твердых тканей зуба. В частности, проявлять устойчивую во времени и во влажной среде адгезию к твердым тканям зуба. При отверждении давать минимальную усадку. Обладать определенной мощностью на сжатие, сдвиг, высокой твердостью и износа стойкостью. Обладать низким водопоглощением и растворимостью. Иметь коэффициент теплового расширения, близкий к коэффициенту теплового расширения твердых тканей зуба. Обладать малой теплопроводностью. Следующая группа требований носит название «Биологические требования». Биологические требования заключаются в том, что компоненты пломбировочного материала не должны оказывать токсического, сенсибилизирующего действия на ткани зуба и органы полости рта. Материал в отвержденном состоянии не должен содержать низкомолекулярных веществ, способных к диффузии и вымыванию из пломбы. ПАЖ водных вытяжек из неотвержденного материала должен быть близким к нейтральному. Завершающие группы требований, которые предъявляются к пломбировочному материалу, носят названия «Эстетические». Пломбировочный материал должен соответствовать по цвету, оттенкам, структуре, прозрачности, твердым тканям зуба. Пломба должна обладать цветостабильностью и не изменять эти качества поверхности в процессе ее функционирования. Основные характеристики пломбировочных материалов. Первая характеристика носит название «адгезия». «Адгезия» или «прилипание» – это связь между разнородными поверхностями, в частности сцеплением пломбировочного материала с тканями зуба. Дезинтеграция – разрушение целого. Это процесс, который возникает под действием растворителя. Устойчивость пломбы к растворению в ротовой жидкости позволяет сохранить не только объем, но и массу пломбы. Жизнеспособность формовочной массы или максимальный адгезивный период пломбировочного теста – это время от начала замеса до начала схватывания пломбы. Это время, которое позволяет врачу-стоматологу ввести пломбировочную массу в грезную полость, притереть к стенкам, дну, сформировать недостающую часть зуба. Оно должно быть оптимальным, не ускорять и не затягивать процесс художественной реставрации зуба. Истираемость или потеря массы пломбы – это важный показатель долговечности пломбы. Выражается в потере массы образца к его площади, контактирующей с абразивным контролем, и выражается в граммах на квадратный сантиметр. Коэффициент теплового расширения пломбировочного материала – это процесс, который наблюдается в пломбировочном тесте в период полимеризации в пломбе в ответ на термические раздражители. Он должен быть максимально близок к коэффициенту теплового расширения тканей зуба, так как именно от теплового расширения зависит надежность и долговечность пломбы, и целостность эмали зуба. Краевое прилегание – границы между пломбировочным материалом и стенками крезной полости. Это состояние, которое зависит от величины усадки пломбировочного материала, коэффициента термического расширения и адгезии тканям зуба. Лучшим краевым прилеганием обладают композиционные пломбировочные материалы. Оптимальная густота замеса пломбы влияет на механическую прочность, химическую устойчивость. И сроки службы пломбы замешивания пломбировочного материала должно соответствовать инструкции фирмы-производителя. Прочность на сжатие и изгиб. Стойкость материала по отношению к силам сживания. Эта характеристика важна для пломбирования полостей 2-го класса по блэку и там, где пломбы используются или накладываются тонким слоем. Ну, например, область скоса. Усадка или уменьшение в объеме. Это состояние, которое наблюдается при отверждении пломбы за счет химических и физико-химических процессов, протекающих при структурировании пломбы. При большой усадке пломбировочного материала образуется зазор между стенками зуба и пломбой, что может привести к рецидиву кариеса. Время отверждения. Время, за которое пластичная масса переходит в твердое состояние. Растворимость. Устойчивость пломбы к растворению в ротовой жидкости. Позволяет сохранить объем и массу. Измеряется в процентах от общего объема материала. Густота замеса производится согласно инструкции. Влияет на механическую и химическую прочность. Эстетические свойства. Спектр свойств, определяющих цветовой гаммой и степенью прозрачности материала. Эстетический оптимум достигается при соответствии коэффициента преломления лучей света материалу к коэффициенту преломления тканей зуба. Водопоглощение. Это способность материала к поглощению воды в процессе функционирования в полости рта. И мы переходим с вами к пятому вопросу. Материалы для повязок и временных пломб. Материалы, применяемые для наложения повязок и временных пломб, должны отвечать следующим требованиям. Первое. Обеспечивать герметичное закрытие полости. Второе. Легко вводиться и выводиться из полости. Третье. Иметь достаточную механическую прочность. Четвертое. Быть индифферентным к пульпе, тканям зуба и лекарственным веществам. Пятое. Не растворяться в ротовой жидкости и слюне. Шестое. Не содержать компонентов, нарушающих процесс адгезии и отверждение постоянных пломбировочных материалов. Повязки. Накладывают на срок от 1 до 14 суток. В качестве повязки используют искусственный дентин, дентин-пасту, цинкоксид-эвгеноловые цементы. Временные пломбы накладывают на более длительный срок от 2 недель до 6 месяцев. Наиболее часто с этой целью применяют цементы цинкоксид-эвгенольный, поликарбоксилатный или стекло-иномерный. Стоматологический цемент. Производят от латинского «цементум» или от немецкого «цемент», что значит «битый камень». Это двухкомпонентная система. Как правило, порошок-жидкость. При смешивании компонентов, в которых образуется однородная тестообразная масса, а после отверждения однородная камнеподобная структура. Искусственный дентин. Представляет собой цинксульфатный цемент или водный дентин. Та уже опять-таки система порошок-жидкость. Порошок искусственного дентина состоит из 66% оксида цинка, 24% сульфата цинка и 10% коалина. В качестве жидкости традиционно используется дистиллированная вода. Обратите внимание, не обычная, а именно дистиллированная. Положительные свойства. Крайне прост применение и обладает хорошей герметизацией полости. Абсолютно индифферентен по отношению к пульпе, лекарственным веществам, организму. Быстро и легко вводится в кариозную полость. Достаточно легко извлекается. Недорог. Но, соответственно, обладает и отрицательными свойствами. Первая недостаточность этого материала. Крайне ограниченное рабочее время. Одно-две минуты, в течение которого он быстро твердеет. И, кроме того, обладает недостаточной прочностью, поэтому повязка из искусственного дентина накладывается на сутки, не более чем на 2-3 суток. Дентинпаста. Фактически это масляный дентин. Состоит из порошка искусственного дентина, замешанного на смеси двух растительных масел. Чаще гвоздичного и персикового. Выпускается в готовом виде, во флаконах или тубах. Твердеет при температуре тела в присутствии воды, ротовой жидкости, в течение 8-12 часов. Положительными свойствами является простота применения. Это уже готовый материал, не требует замешивания. Большая, чем у водного дентина, прочность. В результате повязка из масляного дентина может накладываться на срок до 2 недель. И антисептические действия за счет масел. Отрицательным свойствам относятся длительные твердения от 8 до 12 часов. И не рекомендован к применению при наложении мышьяковистой пасты при вскрытой пульпе зуба. Поликарбоксилатные цементы. Были разработаны в конце 60-х годов как адгезивно способные стоматологические цементы. Представителями являются Белокор, Россия, и Адгезер, который выпускается в Чехии. В состав входит оксид цинка от 50 до 56%, оксид магния от 1 до 3%, оксид алюминия от 10 до 40%. Жидкость классически представляет водный раствор 40% полиакриловой кислоты. Или используется сополимер полиакриловой кислоты с другими органическими кислотами. Кислота может быть высушена в вакууме и добавлена в порошок. В этом случае жидкостью является дистиллированная вода. Также может выпускаться в капсулах. Реакция отверждения протекает с образованием поперечно шитой структуры полиакрилата. Затвердевший цемент состоит из частиц непрореагировшего оксида цинка, связанных вместе с этой аморфной гели-подобной матрицей. Положительные свойства Обладает химической адгезией к твердым тканям зуба. Механизм образования химической связи состоит во взаимодействии ионов кальция и твердых тканей зуба с карбоксильными группами полиакриловой кислоты. Мало растворим в слюне. Обладает хорошей адгезией в присутствии влаги. Не оказывает токсического действия на пульпу и периодонт. Хорошая биологическая совместимость объединяется несколькими факторами. Первое. Быстрое повышение пажда нейтральной. Локализация полиакриловой кислоты и ограниченной диффузии в дентинные канальцы благодаря большим размерам молекул и связываниям с твердыми тканями зуба. И третье. Это минимальное давление в жидкости в дентинных канальцах под действием цемента. Отрицательные свойства Низкая механическая прочность Отсутствие эстетики И быстрое отвердевание Методика приготовления Замешивается на гладкой поверхности стекла или на специальных блокнотах Соотношение 1,5-3 объема порошка к одной части жидкости Время замешивания 20-30 секунд Порошок делится на две части Сначала добавляет к жидкости первую часть А через 15 секунд оставшуюся часть Замешивают до однородной консистенции Готовый цемент не должен стекать со шпателя Иметь глянцевую блестящую поверхность Материал должен быть внесен в полость до образования нити Рабочее время 1,5-2 минуты Время окончательного отверждения 6-9 минут Применение В качестве изолирующей прокладки В качестве временной пломбы Также для фиксации протезов Цинк эвгенольный цемент Это является представителем также этой группы Эвгенол это антисептик растительного происхождения Он составляет 70% гвоздичного масла При замешивании оксида цинка эвгенола Образуется цемент Который твердеет в течение 10-12 часов В основе отверждения цемента Лежит химическая реакция Образование эвгенолята цинка Используют в терапевтической стоматологии Для наложения лечебных прокладок В состав порошка Входит окись цинка Жидкость эвгенол Между которыми происходит Химическая реакция С образованием эвгенолята цинка Точный механизм реакции Не вполне ясен Но затвердевший масс Содержит оксид цинка Связанный в матрице Из эвгенолята цинка И некоторое количество Свободного эвгенола Для реакции необходима вода Она, эта реакция Имеет обратимый характер Так как эвгенолята цинка Легко гидролизуется Положительными свойствами Является Достаточная механическая прочность Антисептические свойства Длительная герметизация Криозных пластей Отрицательная Нарушает полимеризацию Композитов Долго твердеет От 10 до 12 часов И эвгенол является Потенциальным аллергеном Материалы, содержащие эвгенол Не следует применять В сочетании с композитами Так как это вещество Нарушает процесс полимеризации Их органической матрицы Методика применения Соотношение порошок-жидкость 3 к 1 или 4 к 1 Тщательно перемешивается Шпателем на гладкой поверхности Секла в течение 30-60 секунд Вносится гладилкой Уплотняется штопфером Рабочее время от 3 до 5 минут Представителями являются Эвгендент, Тембонд и прочие цементы Показаниям к применению В качестве временного пломбировочного материала Как лечебные прокладки И временная фиксация Несъемных конструкций Светоотверждаемые материалы Для повязок и временных пломб Крайне удобны для клинического применения Материалы эти Вносятся в полость одной порции И отверждается светом полимеризационной лампы В затвердевшем состоянии Они сохраняют эластичность Легко и полностью удаляются Без использования бора Что позволяет избегать Повреждений краев от препарированной полости Не влияет на адгезию и отверждений Постоянных пломбировочных материалов Уважаемые коллеги На этом наша сегодняшняя лекция закончила Я приглашаю вас К освоению следующих тем Нашего лекционного материала Сегодняшнюю лекцию Прочла вам я Доцент кафедры Парпедевтики стоматологических заболеваний Кобзева Юлия Александровна Благодарю всех за внимание